расскажите подробнее как вы вместе укладывали утеплитель это происходило в зимний период времени и выглядело так да мы особенно новогодние праздники не прошли даром печь я изначально поставил внутри каркаса здесь еще даже окна не было все это просто зашито usb заходим холодно закидываем дров начинаем укладывать утеплитель утеплитель опять же сайте технониколь подробные инструкции как он должен укладываться с перехлёстом каркас изначально устанавливался под этот утеплитель и поэтому он цельные куски вкладывались просто между стоек и на самом деле подрезки происходило минимум только верхней или в нижней части чтобы соблюсти перехлёст больше всего удивляет наверное то что ты именно жену позвал себе в качестве компаньона то есть ты не звал там до какого-то друга или наемного рабочего то есть вы уложили вдвоем правильно это общее произведение так что это это вклад душа не страшно было все-таки высота но там где это действительно рискованно я это делал самостоятельно но уже не подавала он уже укладывал допустим какие-то моменты отметить до жену обрезки остаются утеплитель да но есть места допустим там между слоями или еще что это у жены все прибрано у нее каждый кусочек будет вставлен ничего не выброшено ничего не выброшено да поэтому особая такая технология уложить все красиво как шахматка поэтому женскими руками создается тепло и уют прямом смысле этого слова но у вас такая красота на приусадебном участке правильно сказал называется приусадебный участок до родовое поместье не будем мелочить там столько всего уже пассаж надо сразу видно что территория надежных красивых жидких руках нужно чтобы есть вещи которые мы делаем вместе а есть то что каждому нужно побыть самим собой в эту супруге это побыть с растениями мне что-то поколотить где чисто мое а потом мы приходим и вместе утеплителем встретились что послужило скажем так толчком для строительства бани потому что опять же там да пока мы с ириной говорили я слышала ее версию и мне хочется послушать твою версию мне был задан вопрос я его перебью жена что ты хочешь на двадцатилетие совместной жизни был ответ баню подарочек подарочек вышел недешевый вот зато как сказать то на века наверное на наш на наш на наш век хватит детям внукам точно очень надеюсь на это я прочитал такую информацию что ты являешься назовем так именно строительным волонтером то есть ты кровельщик волонтер но я знаю что как бы профессиональный путь у тебя связан с логистикой вот как так получилось что ты стал строительным волонтером именно вот кровельщик где-то набрался этих навыков очень много слушая подкастов пытался найти свое предназначение наверное ты с этим приходишь и жизненный путь и трек может быть карьерный у тебя один а предназначение другое в идеале чтобы они совпадали но так происходит не всегда стройка это то что нравится это что является отдушиной карьерный трек это то что позволяет жить но как говорили про десятину церковную нужно же не только для себя жить поэтому волонтерский проект если человек должен жить не только для себя но и что-то отдать и уже от твоего размера души зависит ты отдашь соседу или ты сможешь помочь там половине человечества меня допустим нет возможности финансово помогать но волонтерство это возможность применить свой навык и что-то отдать людям безвозмездно это просто мой вклад в жизнь скажем так так воспитали ребят спасибо на этой прекрасной ноте я завершу свои вопросы спасибо еще раз огромное что согласились что приняли показали подготовили весь дом территорию как бы до прибрались поэтому нам очень приятно для нас это важно проект этот важен поэтому спасибо еще раз большое при большое